Как? Все ли работает? Да, все прекрасно работает. Вы же видите слайд, правильно? Да, мы видим заголовок. Первый слайд. Спасибо. По всей видимости, всех нужно сейчас поприветствовать. Добрый день, у всех еще день. На всякий случай скажу доброе утро, добрый вечер, но спасибо, что пригласили меня поучаствовать в этой конференции. Я с радостью выступаю. Как Ольга уже анонсировала, сегодня у нас было очень много научных презентаций, у нас были выступления со стороны Европейского космического агентства. Давайте сейчас попробуем посмотреть на науку через призму политики и понять, как они, политика и наука, выстраивают свои отношения, какую роль играют друг для друга. Я возглавляю научную программу в Всемирном центре мониторинга охраны окружающей среды ЮНЕП. Я сейчас пытаюсь переключить слайд, но у меня не получается. Видимо, это та же проблема, которая была у Анны Марии. Ага. Получилось? Вы видите вторую страницу? Замечательно. И, как я говорила, я возглавляю научную программу во Всемирном центре мониторинга охраны окружающей среды ЮНЕП, то есть программу ООН по окружающей среде, низкой аббревиатуры ЮНЕП WCMC. Мы занимаемся вопросом глобального биоразнообразия, сотрудничаем с программой ООН по окружающей среде, но при этом мы являемся самостоятельным НКО, работаем на стыке науки, политики и практики, и это отличает нас, выделяет нас на фоне подобных организаций. Мы не собираем сырые данные, что называется, с полей, но мы работаем с данными, мы анализируем данные, мы улучшаем данные, мы моделируем данные, мы сопоставляем данные, мы соотносим эти данные с задачами политики и практики, и речь может идти как о национальной, так и локальной, так и региональной, даже глобальной политике. Мы предоставляем техническую экспертизу и научную поддержку, а также стратегическое лидерство для наращивания потенциала и для содействия лицам, принимающим решения в управлении сервисом биоразвития экосистем в интересах людей планеты. Я надеюсь, что это немножко объясняет, кто мы такие и какой деятельностью занимаемся. Еще раз, каково взаимодействие сегодня между ДЗЗ и политикой, и кому это вообще важно? Вообще, данные дистанционного зондирования, они кому-нибудь интересны? Понятно, что они интересны ученым, конечно, ученым. А политикам они интересны? Я думаю, что это критический вопрос. Такие данные должны их интересовать. И в наших силах, и это наша обязанность заинтересовать политиков в наших данных, объяснить им, почему дистанционное зондирование важно. А с другой стороны, а политика нам интересна? В принципе же должна она нас интересовать тоже. Я вижу, что город очень нравится, мои комиксы здесь. Но ученые часто отворачиваются от политики. И уж совершенно точно я могу сказать про себя, когда я была молодой девушкой, когда я училась. Я не понимала, какова взаимосвязь между политикой и наукой. Я не понимала, что эта улица с двусторонним движением, как наука может информировать науку, так же и политика, может на самом деле подать какие-то идеи науки, информировать науку, соответственно. Тайны вечной мерзлоты или потепление мировое, все эти вещи, которые происходят в Арктике, то, о чем узнавали несколько в течение тех последних двух дней, это, безусловно, научные данные. Но они имеют политические последствия. Была принята декларация Рида Жанерера. Она предполагала основные права. Это доступ к информации, к общественному участию, вовлеченности и к справедливости. И эти права очень важны. Эти права важны для создания равноправных, справедливых средств. Спустя 25 лет разные технологии, включая ДЗЗ, трансформировали нашу возможность использовать, реализовывать эти права на доступ. А мы используем ДЗЗ для того, чтобы осуществлять мониторинг экологии. Я не думаю, что люди, которые сидели в Рио 25 лет назад, совершенно представляли себе, чем это все обернется. И, естественно, когда я писала там 15 лет назад свою диссертацию, я еще тогда не могла представить себе масштаб и последствия, а также тех технологий, которые возникнут, того потенциала, который разовьется в результате всех этих событий. Еще очень важно, данных одних самих по себе недостаточно, то есть сам доступ к данным недостаточно. Нам нужна жесткая система, с помощью которой мы данные можем превращать в информацию и в знания. И более того, это все нужно переводить на язык понятный, лицам принимающим решения. Это все должно переводиться на язык индикаторов и показателей. ДЗЗ как раз отличная штука, поскольку она обеспечивает этот самый процесс, будь что национальная или локальная политика, когда мы работаем с аборигенами или с какими-то отдельными удаленными участками, или глобальная какая-то политика. Нам нужны показатели. Это научное знание, поскольку это все влияет действительно на конкретные решения. А также научное знание меняет отношения людей. Не только на решение оно влияет, но оно меняет отношения людей. И почему политика так важна в контексте Арктики? Я думаю, мы все это хорошо понимаем, и идут изменения в Арктике. Мы это обсуждаем последние два дня, потепление на 4 градуса и так далее в этих регионах, меняющиеся зимние температуры, тайне вечной мерзлоты, тайне льдов, превращение их в озера и снег, и то, как это влияет на растительность и на фауну. Политика очень важна, а то, как реагирует политика на все эти явления. Как было уже сказано, Арктика, она не существует в изоляции, она не в вакууме, и она влияет на весь мир так же, как весь мир влияет на Арктику. И в этом смысле нужно разрабатывать правильные меры политики. Каким образом мы можем улучшить политические меры или шаги? Во-первых, не всегда политика дает нужные результаты. Во-вторых, она постоянно совершенствуется. Безусловно, экологическая мировая политика становится лучше. Но какой вклад мы, ученые, вносим в этот процесс? Через данные, через анализ, через ДЗЗ мы можем повлиять на качество политики. Мы часто говорим о том, что у нас есть некий вид давления, у нас есть состояние, у нас есть благо и есть реакция или ответ. Давайте посмотрим сначала на состояние среды, окружающей среды и биоразнообразие. И как там у нас обстоят дела? Обычно люди говорят, что все ухудшается только в плане окружающей среды, а давление. Вот если вы посмотрите на первый график на этом слайде, давление растет. Что это значит? Изменение климата, например, или разработка ресурсов, или то, как мы используем ресурсы водопотребления, обезвлесения и так далее. Вот такого рода давление постоянно возрастает. Дальше. Блага. Что такое блага? Польза. В основном, сегодня часто представляется как вклад природы в жизни людей. Это сервис, экосистема, если хотите, это то благо, которое нам приносит природа. Мы уже говорили про биомассу, мы говорили про поглотители углерода, мы говорили про водные системы, чистый воздух, леса. Вот это все функции природы, которые мы рассматриваем как благо для человечества. Это то, что мы получаем от природы. И количество этих благ, этих сервисов сокращается сегодня. Как поэтика на это реагирует? Есть так называемые цели АИЧ, и это цели глобальные. Они были заявлены примерно 10 лет назад, на 10-летний период, и сейчас пришло время провести краткосрочный и среднесрочный обзор их достижения. Ситуация неблаговидная на самом деле. Мы должны больше внимания уделять нашим ответам и их эффективности. И можно посмотреть на график последний на этом слайде. В принципе, мы наращиваем свое реагирование на изменение климата. И вот здесь нам нужны индикаторы данной политика и взаимодействия между наукой и политикой, потому что именно благодаря этим жестким фактам, с которыми невозможно спорить, мы можем улучшать свою политику и предпринимаемые меры. Эта конференция посвящена растительности в северных широтах. И тут есть много о чем подумать. Во-первых, есть растительность в плане видов, разнообразия видов. Есть экосистемы, то есть это разные среды, в которых разные виды взаимодействуют каким-то образом. А еще есть биоразнообразие, то есть это количество разных живых организмов, это таксономия, это функциональные характеристики, это генетика всех этих организмов и экосистем, в которых они существуют. Александр, мне кажется, вчера проводил эту связь, когда он говорил про изменение климата. И он говорил, что нужно учитывать биоразнообразие на всех уровнях, от видов до биосистем, вплоть до биоразнообразия и всех возможных взаимодействий между ними. Вот когда мы раньше говорили с вами про состояние, давление, блага и ответ, мы должны учесть, каким образом эти системы, как это биоразнообразие, например, отвечает на состояние текущее, на давление, которое возникает. Нужно понимать, как нам правильно себя вести в этой ситуации. И вот в этом смысле большую роль играет политика. Я вижу что-то в чате, но скажите мне, пожалуйста, что там такое. А, извините, пожалуйста. А, да, это просто благодарность предыдущему докладчику. Вернемся назад. Политика. Я думаю, что вы все слышали про IPCC, она же МГИК, межправительственная группа экспертов по изменению климата. Она существует уже несколько лет. И есть несколько примеров как раз вот в деятельности этой организации, которая показывает, что мы можем добиваться результатов. Можно посмотреть на отчеты МГИК, которые распространяют информацию, которые информируют очень широкие слои населения. Это прекрасный пример, включая политиков, собственно говоря. Следующие. Есть еще такая организация BEPS. Это межправительственная платформа научной политики в области биоразнообразия экосистемных услуг. И это такой, как сказать, это аналог МГИК, только не по вопросам климата, а по вопросам биоразнообразия. И они тоже делают свои отчеты. В прошлом году они публиковали такой глобальный отчет, также содержащий массу важных сведений и призывов. Это было все вступление. А теперь давайте перейдем к разбору конкретных примеров и посмотрим, опять же, на примере нашей организации, каким образом данные информируют политику и каким образом это все связано между собой. Первое, о чем хочется упомянуть, это вклад природы в достижение ЦУР, цели устойчивого развития. Вы наверняка слышали уже про ЦУР, цели устойчивого развития. И это мировая инициатива для того, чтобы достичь определенных показателей. Есть цели внутри цели, цели разбиваются на целевые показатели. И с помощью этих показателей, индикаторов мы можем понять, насколько мы достигаем свои цели. Вот, например, ЦУР-15 — это защита, восстановление устойчивых экосистем, в том числе лесов, пустыни и так далее. Внутри ЦУРа их 17 всего. Это график такой вот, немножко похожий на пончики, которые вкладываются друг в друга. Но есть три основные категории ЦУРа. О них можно разбить по разделам экономика, общества и биосферы. И биосфера, как вы видите, лежит в основе всего. Без этой основы, без этой опоры, все остальное не существует и не может поддерживаться. Это важно помнить. И поэтому нам так важно отслеживать изменения в Арктике. Нам так важно понимать, как меняется растительность, каким образом сегодня сквистрируется углерод и так далее. У нас есть проект вместе с ЕК. Собственно, у нас представители КАК выступал чуть выше. Мы проводим наблюдения за Землей, то есть ДЗЗ, в целях достижения ЦУР. Это глобальная карта, карта мира. И по этой карте мы можем узнать, каким образом, какой вклад природа вносит в достижение цели устойчивого развития. Можно посмотреть на леса, воду и так далее, их вклад в достижение ЦУР. И многие из этих данных и многие из этих взаимосвязей, они получены из других аналитических инструментов. Они тоже комбинируются, объединяются. Без ДЗЗ мы не смогли бы увидеть эту карту, провести такой анализ и понять вклад природы в достижение ЦУР. И текущий статус достижения этих целей. Некоторые ключевые рекомендации, полученные результатом этой работы, мы считаем, что в принципе всегда очень важно давать какие-то рекомендации в качестве ориентиров, потому что именно через это осуществляется связь между политикой и наукой. Первая рекомендация наша состоит в следующем. Распространять информацию, демонстрировать потенциал ДЗЗ со спутников для широкого использования данных ДЗЗ в методиках расчета показателей. То есть мы предлагаем использовать широко ДЗЗ. Второе. Улучшать информирование лиц, принимающих решения в контексте ЦУР. Другими словами, нужно наладить связь, диалог между учеными и пользователями для того, чтобы все понимали язык друг друга. Третье. Вытекает из предыдущего. Укреплять партнерство. Укреплять партнерство с госучреждениями, национальными статистическими учреждениями, экспертами по геопространственным данным. Если улучшится партнерство, улучшится наше понимание, друг друга взаимопонимание, и данные дистанционного зонтирования будут чаще использоваться в принятии решений. Но мы знаем, что есть еще коммерческие поставщики решений, и вот четвертая рекомендация такая. Следует поощрять сотрудничество поставщиков снимков на коммерческой основе со странами для предоставления съемки в высоком разрешении. Мы уже убедились в преимуществе сотрудничества с частными компаниями, которые поставляют данные. Мы знаем, что это еще один качественный источник. Следующий пример, который хотелось бы разобрать, имеет отношение к важности лесов и нетронутости биомов. Это биомы в мире. Я хотела бы обратить ваше внимание на нижний крайний угол этого графика. Там представлена легенда. Соответственно, вы видите, что это такая матрица, важность биоразнообразия и целостность этого, нетронутость этого биоразнообразия. Соответственно, самый ценный цвет здесь — это красный. То есть это максимальное значение, важность биоразнообразия и максимальная целостность этого разнообразия. Это темно-красный цвет. И вы видите сейчас ситуацию по миру. Некоторые бряльные леса, и как они сейчас показаны здесь на карте, соответствуют, совпадают с тем, о чем говорили предыдущие докладчики. Мы сейчас приблизили эту карту, смотрим на Западную Европу, получаем более подробную картинку. Почему это важно? О чем это нам говорит и как это использовать? Мы собираем статистику из региональных и национальных источников для того, чтобы оценить прогресс в плане сохранения биоразнообразия, если биоразнообразие было как-то разрушено или повреждено. И это позволяет нам лучше информировать и консультировать как компании, так и лиц, принимающих политики в отношении землепользования относительно вопросов растительности и разработки, где лучше всего проводить какие-то работы, где лучше не вести хозяйственные деятельности. Мы можем сообщить о горячих точках цельности, такой девственности этих сообществ и так далее, чтобы сообщить им, где их лучше не трогать. Дальше. Исчезновение лесов и воздействие. Это уже не про сохранность лесов, а про их, наоборот, гибель. Вы все наверняка знаете про эту карту Матта Хансена. И про буреальным лесам тоже есть такие оценки. Это критический объект сегодняшней природной инфраструктуры. Мы только что обсудили с вами, как сравнимые леса Амазонки с российскими лесами. Вот что тут мне кажется особенно важным. Вот что я хочу подчеркнуть. Тут написано так. По мере того, как в мире усиливается изменение климата под воздействием деятельности человека, важно надежным образом различать временное исчезновение лесного покрова, за которым следует медленное восстановление, от такого сокращения лесных площадей, которое требует немедленных конкретных решений политического уровня. То есть здесь вот важно, опять же, опираясь на данные исследования и проводить различия между разными видами исчезновения лесов. Это воздействие на леса, данные лансад. Почему это имеет значение? Время восстановления. Как мы с вами уже слышали, есть ситуации, когда восстановление происходит быстрее, когда оно вообще не происходит. Мы должны это учитывать, понимать последствия и разрабатывать, опять же, свои шаги, свои меры действия в зависимости от статуса и от перспектив восстановления. Мы должны понимать, как меняется растительность, мы должны понимать, как меняется биоразнообразие в этих регионах, прежде чем действовать. Четвертый пример. Это проект, который мы недавно завершили. И он входил в проект Европейского Союза «Горизонт-2020». Он называется «Экопотенциал». Я уже упоминала цель по биоразнообразию АИЧи, которые были разработаны в 2010 году и скоро завершается период их действия. Соответственно, сегодня все люди говорят про проекты после 2020 года, стратегии после 2020 года. Вот как раз этим мы и занимаемся. В рамках нашего проекта мы пытаемся найти какие-то новые целевые показатели, индикаторы, на которые можно ориентироваться после 2020 года. Этот проект рассматривал охранные территории в мире. Мы работали с сотрудниками этих охранных территорий для того, чтобы понять, как они воспринимают ДЗЗ и разные экосистемные сервисы, и каким образом они используют эти данные в своей работе. Мы должны понять, что им не хватает, чем они пользуются, что для них ценно. Давайте я сейчас расскажу о некоторых рекомендациях, которые у нас родились в результате этого взаимодействия. Вот есть несколько ключевых рекомендаций, с которыми мы выступили в прошлом году перед Европейским парламентом. Мы там выступали перед лицами, принимающими политические решения. Мне кажется, это очень хороший пример, когда собрались вместе ученые, менеджеры проекта и политики, и все вместе пытались в этом разобраться и найти какое-то взаимоприемлемое решение. Первая рекомендация — это расширить использование ДЗЗ для отслеживания развития экосистем. То есть не только следить за растительностью, не только за какими-то отдельными элементами, за сервисами, то, как мы их понимаем. То есть это общий комплекс, и вода, и леса, и все остальное. Это важно для экономики, и для общества, и нужно переводить это на язык понятный им. И обязательно нужно сочетать ДЗЗ с наземными измерениями. Мы предлагаем интегрировать ДЗЗ с разработкой политики и реализацией политики, то есть использовать ДЗЗ в процессе исполнения этих политических решений. Вторая рекомендация касается инвестирования в интегрирование данных ДЗЗ и измерений наземных, поскольку мы знаем это взаимодополняющие данные. Определенные переменные невозможно измерить только одним методом, и мы рекомендуем интегрировать данные, полученные с наземной съемки, научные данные, данные местных жителей, в том числе, с научными, спутниковыми, космическими исследованиями и так далее. Есть долгосрочная экологическая инициатива LTR или LifeWatch инициатива Европейского Союза тоже. То есть мы предлагаем вот эти усилия объединить. Третья рекомендация — включить индикаторы ДЗЗ в будущей стратегии охраны окружающей среды. То есть когда идет разработка политики, нужно всегда подразумевать данные ДЗЗ для того, чтобы формировать лучшие индикаторы, целевые показатели и так далее. ДЗЗ уже доказала свою действенность, это надежный источник, и в будущем будут появляться только большего объема данные, более качественные. Это все не так дорого, это доступно, это точно, это данные, которые можно сравнивать между собой. Поэтому обязательно нужно этим пользоваться. И опять же интегрировать все это в будущие целевые показатели для того, чтобы разные задачи политики могли бы лучше соотноситься между собой, чтобы была лучшая координация, непротиворечивость внутренняя между этими задачами политики, и целями политики. Четвертая рекомендация — это поддержать инновационные идеи. Я уже говорила, что ДЗЗ — это проверенный временем инструмент, но постоянно появляются какие-то инновации, появляются новые методы и инструменты, и есть огромный потенциал в этой сфере для дополнительных инноваций. Поэтому государства и правительства должны обязательно интегрировать технологию в систему управления окружающей средой для того, чтобы добиться большего прогресса. И пятая цель, как я уже упоминала раньше по проекту ЭСА, это усилить обмен информацией и информационный поток между всеми заинтересованными лицами, то есть учеными, политиками, обществом, и обеспечить скоординированный подход. Мы видим, что в настоящее время сейчас часто возникает разноглазие относительно того, как используют ДЗЗ, какие-то специалисты, в том числе в области политики, может быть, у них был какой-то научный опыт, они, не знаю, закончили какие-то научно-естественные вузы или что-то такое, они понимают, как пользоваться этими данными. Другие специалисты в политике, в управлении государством совершенно не умеют пользоваться этими данными, и мы хотели бы, чтобы появились какие-то инструменты, механизмы, которые бы сделали это обязательным и простым для любого человека вне зависимости от его предыдущей научной подготовки. Это то, чем мы занимались в прошлом, а сейчас я хотела бы рассказать о потенциале, о перспективах. И, например, есть такой проект по мониторингу биомассы лесов. Мы хотели бы использовать данные ДЗЗ для того, чтобы измерять биомассу и разработать первую систему наблюдения за биомассой. Почему это нужно? Ну, потому что мы наблюдаем динамику изменений, и можно видеть эту динамику во времени и в пространстве, и можно получать разные перемены, и это очень важно для международной политики. Или еще одна очень интересная тема — это мониторинг за осушением или обезводнением. Это когда меняется ландшафт, и мы можем дополнить NDVI нормализованным индексом различий влажности для того, чтобы посмотреть, какой мы получим отклик. Я уже упоминала бизнес, но хотелось бы остановиться подробнее на роли частного сектора. Сейчас мы видим, как… Мы знаем, что в разных регионах Арктики сейчас ведется активная хозяйственная деятельность, есть разные проекты по добыче полезных ископаемых там. То есть вся эта история касается не только традиционно-сискохозяйственных или каких-то других промышленных районов. Нам необходимо понимать, вернее, не так, нам нужно информировать лиц, которые не только в политике, но и в частном секторе принимают соответствующее решение для того, чтобы не навредить окружающей среде в Арктике. И сейчас о механизмах несколько слов. Каким образом соединить науку и политику? Это не всегда очевидно, это точно не очевидно, когда вы сидите в университете. Иногда, когда ваше финансирование приходит от госисточника, от Европейского Союза, например. Как бы это сказать? Что это за финансирование? Ну, вы должны заполнить какую-то заявку, поставить галочки в соответствующих ячейках. Но все равно это очень понятно, что это за связь такая. Она какая-то абстрактная. Но мне хотелось бы рассказать вам о инициативе GeoBone. Это группа наблюдений за землей. Geo и Bone — это другая сеть, глобальная коллаборация. Bone расшифровывается как By Diversity Observation Network, то есть сеть наблюдений за биоразнообразием. Geo — соответственно, группа наблюдений за землей. Это коллаборация больше, чем 100 правительственных, неправительственных организаций и отдельных ученых. Они собирают данные по биоразнообразию, информацию, делают прогнозы и предоставляют свои данные разным пользователям. Они интегрируют биологическую информацию с данными по изменениям климата, по загрязнению, по угрозам. Они улучшают коммуникацию между группами и заполняют пробел информации, а также увеличивают скорость, с которой эта информация собирается и распространяется. Внутри GeoBone, вот этой коллаборации, есть несколько рабочих групп, и седьмая рабочая группа как раз занимается интеграцией данных космической и наземной съемки. Был несколько интересных проектов в рамках этой коллаборации. Например, вот такая, по существенным переменам биоразнообразия, не климатическим, а биоразнообразия для того, чтобы использовать, опять же, спутниковые снимки для оценки биоразнообразия. Я сейчас не буду углубляться в детали, потому что там столько всего написано, но я хотела дать вам представление о том, что был такой проект, в том числе при поддержке Кембриджского университета, использовались разные лидары, космические и воздушные, для того, чтобы спройдя по существенным переменам биоразнообразия. Каким образом лидары могут помочь нам понять, насколько хорошо мы продвигаемся в сторону достижения глобальных политик, глобальных целей, вот как раз и должен рассказать нам этот проект на этом слайде. Мне хотелось бы резюмировать все, о чем я говорила до сих пор. Давайте сейчас посмотрим коротко на то, что здесь написано. Самый темный кружочек, здесь написано «Мониторинг инситу» и «ДЗЗ», это сбор данных, которые очень релевантны, и по мере того, как мы продвигаемся вверх и с первого пузыря попадаем во второй кружочек, там написано как раз эти самые существенные переменные биоразнообразия, о которых я уже упоминала. То есть это структура экосистемы, это функция экосистемы, это состав фитоциноза, это все, что можно оценить с помощью ДЗЗ. То есть у нас есть вот эти перемены. И дальше мы попадаем в основную сферу, в самую большую сферу, и тут много всего происходит. И именно там разрабатываются индикаторы для сервисов биоразнообразия к системам, например, и без этой межправительственной платформы научной политики и так далее. Все эти данные попадают в общую систему, в которой присутствуют все эти разные индикаторы, но не только индикаторы, еще и сценарии. Сценарии — это как раз аспект моделирования во всей этой парадигме. Мы можем смотреть на три разные исхода. Так же, как вот с климатом сценарий А, если мы ничего не делаем, сценарий Б, если мы все запускаем еще хуже, чем сейчас, и сценарий С, если мы сейчас прилагаем все возможные усилия. Вот точно так же и здесь мы можем провести такое сценарное моделирование и попробовать взглянуть в будущее и посмотреть, что будет происходить с биоразнообразием, например, экосистемами, если мы ничего не будем делать, если мы сейчас поднажмем и так далее. Вот таким образом наука и политика могут найти общий язык. И несколько заключительных слайдов. Да, я уже заканчиваю. Пожалуйста. Да-да-да, я уже заканчиваю. Несколько общих соображений. ДЗЗ для политики. Должна быть четко сформулированная потребность. И необходима некоторая цепочка, некий механизм. И нужна такая обратная связь. Нужны действия и реакция на это действие. Соответственно, для этого требуется некий план, технический план на внедрение и эксплуатацию вот этой вот системы обмена информацией между политикой и учеными. И нам нужна поддержка. Соответственно, продукты и данные должны соответствовать техническим возможностям пользователя. И если соответствующей технической возможности пока у пользователей нет, их нужно обучить, им нужно эту техническую возможность предоставить. И нужна, безусловно, вовлеченность и политическая воля для того, чтобы все это состоялось. В будущем, конечно, нужно иметь платформы, данные и метрики. Все это должно быть встроено в политику. В этом очень большой потенциал сокрыт. И данные, конечно, необходимо валидировать. Если мы хотим, чтобы политики ориентировались на эти данные, они должны им доверять. Я надеюсь, что смогла составить у вас представление о том, каким образом наука и политика сегодня взаимодействуют и каким образом они оказывают друг на друга взаимное влияние. Большое спасибо за ваше внимание. Спасибо, Фиона. Вы раскрыли сейчас очень важный аспект. Я уверена, что нам должны поступить вопросы. Один или два. Это действительно живописующая тема, когда мы наши научные результаты превращаем в политические решения. Хочет ли кто-то задать вопрос? У меня есть короткий вопрос, потому что для России действительно горячая тема. У нас очень много качественной науки, но очень часто эти данные не имеют отношения к политическим решениям. Сегодня Сергей показывал, что есть определенные статистические выкладки, модели показывают одно, а у Росстата совершенно другие данные. Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, наиболее успешные страны, каким образом они используют ДЗЗ в разработке политики? Можете ли вы назвать такие страны? Это хороший вопрос. Я, честно говоря, наверное, не могу говорить за весь мир, но пара примеров в голову приходит. Я думаю, я не уверена... Хорошо, смотрите, давайте так. Бразилия, как мне кажется, научилась учитывать данные ДЗЗ. Они были первыми, которые организовали практически в реальном времени мониторинг, когда можно видеть незаконную рубку, к примеру, это все часть их политической регуляторной среды. Еще какие-то примеры. В целом, я, наверное, должна похвалить Европу и Европейское космическое агентство, которое вместе с Европейским союзом очень много сил прикладывает к тому, чтобы так и происходило. Программа «Коперник» действительно изменила ситуацию к лучшему. Это тоже очень хороший пример. И, наверное, что еще можно здесь назвать, кроме деятельности отдельных стран? Нужно рассказать о факторах, может быть, которые это определяет. НАСА, например, они поддерживают Google Earth и вот такие вот движки, да, они существуют. То есть есть много-много факторов, которые вносят свой вклад. Есть ли еще вопросы к Фионе сейчас? А можно добавить еще одну вещь? Ольга, я хотела дополнить свой ответ следующему. Ольга, очень важно учитывать, что люди меняются. Ученые, они люди последовательные. Мы занимаемся одной наукой и всю свою карьеру. Но мне то же самое можно сказать про политиков. И это одна из наших трудностей. Вы установили контакт, вы знаете министра природных ресурсов или охраны окружающей среды, вы знаете его команду. Потом приходит новое правительство, этот человек уходит, приходит новый, вы потеряли эту связь, этот контакт. И это, кстати говоря, очень важная часть ответа на ваш вопрос. Поэтому мои примеры могут измениться в будущем. То есть если у вас не будет таких жестких протоколов, стандартных операционных процедур, которые применимы во всех случаях, во всех правительствах, во всех ученых и так далее, у меня ничего не получится. Да, я согласна с вами. Да, очень важно научиться слышать друг друга. Сергей, у вас есть комментария? Все-таки я считаю, что Россия одна из наиболее успешных стран с точки зрения превращения результатов дистанционного зондирования в политические решения. Не все полученные с помощью дистанционного зондирования данные превращаются в них, но некоторые превращаются очень успешно. С 2005 года у нас работает система дистанционного мониторинга лесных пожаров, разработанная ученым. На основе этой системы каждый день, каждый день принимаются решения. Всякие. И оперативные, и политические. В частности, в 2012 году президент Путин принял решение о смене министра лесного хозяйства, базируясь на результатах дистанционного зондирования. Поэтому у нас есть великолепные примеры превращения данных дистанционного зондирования в политические решения. Поэтому я считаю, что страна в этом смысле России очень успешно пользуется результатами ученых. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...